всем здравствуйте всем отличной недели сегодня мы с вами смотрим расклад который предложил александр невский вы тоже можете предлагать свои расклады если мне они покажутся интересными для общей аудитории с огромным удовольствием сделала можете писать сразу в комментарии значит александр предложил расклад про карму на что мы отработали что нам предстоит как это карма скорее всего выражается либо отображается нашем физическом плане если честно у меня еще четко такого понимания нету но в процессе я посмотрю как мы это будем делать знаете иногда такие расклады они водят меня немножечко в ступор пока вы выбираете позицию я скажу свое видение на этот счет и я говорил неоднократно когда мое видение как-то не не созвучно тому общепринятому да у меня все время какой-то диссонанс голове происходит для меня карма это то что писал платон в своей книге государств в последнем последнем в девятой книге в мифе и роз он как краски говорил о том что карпа это по сути причинно-следственной связи это то что мы порождаем своими собственными действиями по отношению к другому человеку до либо к группе лиц то есть вот проще говоря что посеешь то и пожнешь по аркану еще даже справедливости вот поэтому в моем понимании карма это не какое-то наказание которое мы несем из прошлых жизни воплощение а это просто элементарно каждое действие которое мы совершаем то есть например там если мы идем по дороге и как-то оступились и подвернули ногу то это не значит обязательно что это карма это может значить просто что мы тупо не смотрим себе под ноги до например если где-то мы кого-то обидели очень сильно очень тем более если это наши родители как писан как писал платон то карма создается и она особо наказуемо когда мы проявляем неуважение к своим родителям к богам и к себе самому то есть очень часто мы забываем о том что наше отношение к нам самим да то есть ну как другому человеку уважать и как-то почитать мы это понимаем родители мы тоже понимаю в какой-то степени а себе всегда забываем то есть по себе вот мы как-то вот наше отношение к самим себе это тоже создает карму поэтому вот это вот немножечко но в моей голове диссонанс общепринятой кармы что этого какие-то задачи большие сложные где-то не выполнены может быть прошлого воплощение либо еще что-то наверное но не совсем корректно корректно было бы сказать что то что мы сделали мы должны это исправить вот если она не было совершено соответствии с добродетелями да то есть если мы поступали из наших пороков дату как раз таки для баланса то есть карма по сути это выравнивание баланса то есть если мы отклонились в одну сторону для баланса нам все равно придется отклониться в другую сторону вот но вот такая вот отсылка поэтому я не совсем понимаю как мне сделать этот расклад но сделаю так вот как 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 понимаю да так скажем и я знаю что александр будет с этим согласен так позиции выбраны отодвигаю камешки мы приступаем позиция номер один голубенький камешек давайте мы посмотрим какой урок то есть смеем слова карма на урок какой урок либо какую задачу вы сейчас отрабатываете на данном этапе ну башня здесь сразу обобщающие неважно какая это сфера башня всегда говорит про очищение про очищение про разрушение того что уже не эффективно это не аркан смерти как завершение в смерти у нас процессы происходят естественно здесь же по башне у нас что-то внезапно причем разрушение направлены на очищение от того что уже отжила например все убеждения в которые раньше мы верили данному условно говоря я никогда не смогу зарабатывать например на своем хобби это уже настолько закоренилась и было подтверждено какими-то внешними факторами до что мы стали слепо в это верить и приходит башня и говорит о том что ну мир вообще-то меняется да и постоянно находиться в одних каких-то стабильных убеждениях это иллюзия поэтому тебе надо от этого избавиться да и приходит башня и говорит надо это разрушить здесь идут разрушение причем вмешательство идет свыше для того чтобы очистились от чего вам здесь нужно очиститься тройка педаклей здесь очищение скорее всего не отчего а для чего да с какой целью для того чтобы выстроить абсолютно новый фундамент причем новый фундамент тройка педаклей заметит у три героя у нас да то есть построение сообща сообща с миром не обязательно это только люди то есть то что вы будете строить вы будете строить не единолично в плане того что вот только я несу ответственности я все это строй да это конечно так она есть но здесь вот как будто бы открывается новые перспективы при взаимодействии с другими людьми у меня ощущение того что у такого опыта у вас не было да вот как-то с кем-то сообща что-то дело здесь идет построение чего-то нового да и вот выходила вот выходит как раз семерка то есть здесь идет обман вам может казаться что вы что-то новое строите вот но на самом деле вы не идете новым путем вы как будто бы знаете вот старое взяли только пыль с этого стерли и и все и вам показалось что это как будто бы новая вам говорят нет и башня она всегда говорит про полное про тотальное разрушение да здесь нету полутонов здесь вот полное разрушение для того чтобы заново а построить что нам нужно здесь разрушить колесо фортуны то во что вы ранее верили причем знаете хочет сказать разрушить судьбу но в каком плане в плане того что вот взять ответственность за свою судьбу свои руки неоднократно по первой позиции у меня проходят люди которые очень ответственные но ответственные по отношению к другим людям по отношению к себе и за свою жизнь у вас как будто бы происходит некая такая фатальность то что жизнь как-то вмешается да и внесет свои корректировки потому что здесь очень большой опыт всегда у людей по первой позиции и есть некая такая усталость да то есть ну я уже как будто вот нашел свою какую-то комфортную зону до удобную свое болото мне как тоже не очень-то хочется что-то менять и вот здесь вот как раз к говорится о том что вот вам нужно разрушить вот эти вот ваши сценарии какая-то цикличность какая-то повторность я по-моему в прошлом раскладе до говорила о том что вы идете по спирали вверх не как-то они шаг за шагом а вот проходите да вот как будто бы пролет до один лестничный и вот на площадке вы застреваете ходите по кругу ходите ходите пока что-то не выбьет вас и вы пойдете дальше и вот здесь вот говорится о том как раз ки что вам нужно разрушить как какую-то свою повторность какой-то свой сценарий связанный с чем связаны какой-то как раз таки с умеренностью до повторный когда ничего то что я говорила я есть комфортно есть какой-то такой знаете вот словили свой баланс ловили свое равновесие и мне в этом хорошо и я как-то не хочу дальше двигаться потому что здесь вот ощущение какой-то вот безопасности да то есть дальше двигаться это вот как-то опасно тем более сообща с другими людьми при условии того что я очень ярко выраженный индивидуалист сильным лично сильной личностью характером здесь вот вы как будто бы в новое не идете да вы как будто бы заново не в новое а заново делаете те уроки которые вы уже прошли и вот приходит наша башня и говорит о том что урок который вы проходите сейчас связано с тем что нужно разрушить вот это вот повторность бесконечность которая ну вот цикличность одно и то же одно и то же причем одно и то же достаточно умеренно возможно вам нужно выйти из этой умеренности поставить себя некомфортные какие-то позиции а вот мне хочется было комфортно да ну потому что так удобно так приятно так хорошо я устал уже всю жизнь было все эти комфортах в дискомфортах я хочу быть немножко вот вам не дают понимаете потому что вам для вашего развития не нужен этот комфорт вот с этим связан связан ваш урок ваша задача ваша карма которую вы проходите я хочу посмотреть что из этого вы проработала что такое ощущение что полностью вы это конечно не проработали кто-то может находиться начальном этапе но кто-то может быть чуть больше прошел но не не полностью из даже середины этого этапа не пройдено на страну давайте посмотрим что вы прошли либо проходите сейчас так четверка жезлов пятерка жезлов девятка жезлов ну смотрите во первых то что вы проходите это каким-то образом связано с социумом с коммуникацией и социума то что идет по нарастающие то что вы проходите вы проходите как будто бы бесконечный какой-то этап того что вот смотри как было когда-то хорошо был праздник было четверка жезлов мы вроде бы как-то нормально общались потом всегда наступает какой-то конфликт но конфликт интересов да здесь не конфликт ссора по мечам именно конфликт какой-то интересов и после этого происходит какое-то расставание потому что не сошли с характерами не сошлись как-то вот во взглядах до в мировоззрении и каждый остается при своем мнении и вероятнее всего происходит здесь разрыв и вот девятка жезлов говорит о том что как-то вот завершение да то есть до десятки не доходим завершение как-то у нас не происходит и я закрываюсь да то есть вот здесь утащение того что вот урок мы здесь не проходим то есть это может быть связано как с личной жизнью то есть здесь все что о чем о чем речь да то что какой вот часть этого урока вы проходите речь здесь идет о коммуникации о том что где-то как-то мы не можем договориться с другим человеком ведь я говорил о том что вот вы строите что-то новое сообща с кем-то здесь как будто бы появляется новая модель поведения взаимодействия с другими людьми это может быть как профессиональная сфера может быть даже и личная сфера но однозначно это как проявление себя именно в социуме не то что вот я закрыт сам собой где-то там какие-то поиски философски нет уже за всегда говорят про яркость право социум про коммуникацию общения и вот здесь вот есть вот это вот модель да то есть сначала у нас все хорошо как будто бы для того чтобы затянуть нас в какую-то задачу в какой-то урок а потом наступает то что вот это вот хорошо комфортно она перерастает то что я начинаю показывать себя я начинаю показывать свою точку зрения свои какие-то взгляды вот и ясное дело идет какая-то вот притирка и вот на пути этой притирки вы как будто бы сливаете да то есть вы не идете дальше в коммуникации с другими людьми то есть вы как будто бы вот вам кажется что либо должно быть так как вы хотите либо должно быть какое-то согласие иначе я вот как-то не буду взаимодействовать то есть допущение того что есть другая жизнь есть другие люди другие взгляды вы кому-то говорится да но вот подальше либо так как я хочу либо вот дальше от меня и или ну то есть допустим пример приведу я хочу чтобы были отношения серьезной другой человек который сейчас не готов к серьезным отношениям но и готов просто с тобой взаимодействовать не вот вначале вроде бы общаетесь нормально потом происходит какой-то период и вы начинаете ну вы показываете своих характер человек показывает свой характер и вы понимаете что нет я не согласна и вдруг вы вспоминаете что я же то хотел о серьёзных отношениях зачем мне этот человек нужен hava чел corse а что пока я не готов Но пока, вот это вот пока поскольку будет длиться, какие факторы на это влияют, вы не знаете. Но вы принимаете решение, что нет, ты мне не подходишь, и прикрываетесь это тем, что у меня, допустим, задача была другая. А на самом деле вы просто не можете договариваться. Вот этот вот момент притирки, потому что очень сильно яркая такая личность, и сложно идти где-то на уступки. Причем даже здесь притирка, она заключается в том, что вы не совсем понимаете другого человека. Может быть другой человек говорит то же самое, то есть то, что вы хотите, только другими словами. Но в силу того, что вы привыкли доминировать, вы как будто бы слышите только то, что вы хотите слышать. И вам кажется, что вот вы верно, как будто бы делаете анализ ситуации. Вот, и почему? Потому что здесь девятка жезлов, что меня вот в этой всей истории напрягает. Даже не пятерка жезлов притирка, а девятка жезлов, говорящая о том, что здесь человек смотрит в прошлое, где он набил шишки. И она меня наводит на мысль того, что здесь идет как будто бы проекция ваших каких-то болезненных травм на другого человека. То есть вам, например, человек говорит, что нет, я пока не готов для отношений. Вы это интерпретируете в силу своих каких-то прошлых неудачных отношений, что вот тогда-то у меня был человек, он тоже мне типа так говорил, у нас ничего не сложилось, только время на него слила, и вот ничего хорошего не вышло. Сейчас вы это как будто бы слышите аналогичное, ваша проекция болезненная, и вы сразу делаете вывод, что нет, здесь ничего не сложится, все, я ушел. И таких ситуаций, то есть такая модель поведения у вас везде, я просто привела на отношения, она может быть везде. То есть вы можете с кем-то общаться, например, на работе, да, коммуницировать, говорить. То есть сначала все идет хорошо по четверке жезла, стабильно праздник, хорошо, потом идет разногласия какие-то, и вы не можете договориться, потому что вы не уточняете, не проясняете, либо просто разные взгляды, вам сложно принять мнение другого человека, другие взгляды, что вот как-то по-другому может быть. Нет, я же хочу, то есть вот это вот мое я очень ярко выражено, вот, и это приводит вам к аналогичным вашим прошлым воспоминаниям проекции, здесь проекции идут, вот, и, конечно же, они у нас, мы же говорили, у вас разрушаться колесо фортуны должны, сценарии, да, то есть вы одно и то же по кругу, одна и та же пластинка, вот эта пластинка, она должна разрушиться. Вот с этим сценарием вы его либо сейчас прорабатываете, либо проработаете, давайте мы посмотрим, да, насколько успешно вы его прорабатываете, но я не думаю, что вы проработали, насколько успешно вы его прорабатываете. Насколько успешно, ну, по рыцарю жезлов, достаточно успешно, но, знаете, вот вы вроде бы его начинаете прорабатывать, и вы сразу сталкиваетесь с пятеркой пендаклей, с кризисом. С кризисом, то есть сразу где-то вы делаете акцент на негатив, вот это вот по девятке жезлов, да, то есть вы начинаете что-то делать, и сразу сталкиваетесь с тем, что, а, я где-то вкладываюсь больше, чем другой человек, да, то есть сталкиваетесь с какой-то бездуховностью, то есть вы как будто бы закрываетесь, вы не проявляете свои добродетели, не проявляете свои какие-то светлые качества, например, как терпение, как доброта, как открытость, как искренно, щедрость, то есть вот таких качеств, когда наступает кризис, вы их не показываете, вы не опираетесь, а вы напираетесь, допустим, на то, что нет, я не хочу, да, то есть какое-то вот свое проявление эгоизма. вроде бы заходите на позитиве но сталкиваясь с кризисом вы сразу как будто вы знаете здесь опускаете руки то что да у меня никогда не положить проявляется сразу убеждение я никогда не буду счастлив да я никогда я никогда не смогу создать счастливой семью счастье не для меня мне не хватает денег для того чтобы счастливы то есть вот здесь как сразу включается какие-то убеждения что вам нужно сделать что вам нужно сделать рыцарь кубков и девятка мечей но смотрите причина причина первая причина очень важная для того чтобы не ваши проекции начинают работать тогда когда вы начинаете по девятке мечей волноваться волноваться переживать как включается ваши эмоции рыцарь кубков причины заключается ваших эмоциях обращайте внимание когда что-то вы начинаете делать при взаимодействии с другими людьми если у вас появляются негативные эмоции эти негативные эмоции они сразу вам будут указывать на какие-то прошлые моменты вашей жизни ваша задача первично угомонить свои эмоции эмоции они проходят очень быстро на самом деле там доля секунд вот эмоции уже прошли но за эмоциями у нас идет следующий этап это мыслительный это адрес какой-то ситуации то есть мысли вот мысли это то в чем мы зависаем то есть эмоции очень быстро проходит а мысли остаются и в дальнейшем они переходят пересекает в чувство более глубокое такое понятие так вот вот на этапе мысли вы должны себя ослабливать и анализировать то что вы сейчас думаете она окрашена негативно потому что девятка мечей на все время говорят о каких-то внутренних так же как и девятка жезла смейте две девятки да вы как будто бы не проходите вот этот сценарий нам постоянно показывает девятку нас указывает на есот есот у нас по древу жизнь управляет луна это всегда наше бессознательно здесь всегда будут выходить вот эти вот страхи то есть в тот момент когда вы реагируете эмоционально ваша задача на период еще даже эмоции до перед тем как включится ваши мысли заметить это остановиться заметить и отследить подышать расслабиться и только после этого включать позитив не негатив потому что у вас сразу переходит на то что вы начинаете вспоминать как это было ранее и потом вас затягивает вот в это болото не должно вас затягивать в это болото вы как минимум даже на этот момент остановиться и подумать какую проекцию я сейчас переношу на другого человека то здесь путем осознанности нету другого решения что вот как-то я не знаю там какие-то практики делать либо еще нет вы должны уметь управлять собой включились эмоции остановили подышали так какую сейчас проекцию я делаю на другого человека до что сейчас мне этот человек напомнил какая ситуация он не напомнил например то как со мной там отец разговаривал либо мама там либо брат либо еще что то значит вы сейчас не видеть этого человека а вы видите свою маму проекцию своего папы там дядю и так далее и так далее и здесь вы уже задаете себе уже более такие осознанные вопросы да там в плане того что 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 я хочу да что я хочу вообще получить как мне себя сейчас вести то есть вот только так и таким образом вы сможете ну прорабатывать этот сценарий путем взрослым путем путем осознанности вот я обычно никогда не вытаскиваю совета но здесь мне захотелось давайте вот по двум картам совет вам король мечей не десятка педагоги вам нужно выстроить вот как раз таки то что я сказала да устойчивую систему систему взаимодействия с другими людьми опираться на какой-то вы знаете больше на холодный рассудок лежит нежели на на эмоции то есть здесь вот как будто бы ощущение что нужно контролировать вы вы все время впадаете зависаете в негативные эмоции и вот это вот ваш главный враг вам нужно выстроить систему того как вы хотите взаимодействовать с другими людьми не в плане того что что я хочу да то есть вот я хочу что мне все улыбались и все и всех под одну косу нет а здесь нужно а как я буду себя вести вот то что я вам говорил то есть если у меня будут появляться такие-то эмоции что я должен сделать в этот момент и потом просто тупо совершать 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 эти действия для того чтобы оттачивать свое вот это вот мастерство свой навык здесь просто нужна стабильность стабильность и постоянство выполнения вот свои да ну и восьмерка пендакли тоже говорят о том что но надо постоянно делать одно и то же одно и то же одно и то же до тех пор пока у вас не выработается новый нейронный связь пока не выработается новая привычка того как вы новая привычка новая модель поведения вы просто привыкли так и вы это делали неосознанно сейчас мы с вами проговорили это сценарий вы его будете отслеживать если вы это отслеживаете да значит вы уже на правильном пути значит вы уже прорабатывать у вас все получится нужно просто продолжать делать здесь нет какого-то такого волшебного результата ну таблетки что нужно сделать нужно просто себя останавливать в эмоциональные моменты да то что я сказала что зря повторять вот и отслеживать эти сценарии и менять столько делать это осознанно так это была первая позиция вторая позиция какой сценарий двоечки вы здесь прорабатывает всегда какую задачу сейчас то что мы говорим карму задачу урок сценарий какой урок какой урок дьявола отшельника так двойки у меня в отшельника превратились это что случилось это у меня тройки перекатились снова в двойке хорошо урок урок по дьявол по дьяволу он может быть многогранный но он однозначно связан как-то с нашим физическим планом и здесь получается знаете побег от реальность я бы так сказала потому что все таки отшельник это запутать запутная система на себе когда я закрываюсь неважно это для анализа какой-то ситуации либо это для поиска ответов здесь тика я уточню чем здесь примут великие арканы проходит вас очень серьезный какой-то урок сейчас узнаете связан с тем что вам как будто бы нужно найти свой путь на понимание того как действовать но этот путь он связан как будто бы с дьяволом он да такой знаете складка горечный но аркан справедливости у нас говорит о как раз таки о карме а причина следственных связях да вы как будто бы изучаете мир на своей условно говоря шкуре до метода проб и ошибок методом изучения разных как-то вот взглядов на ситуацию разносторонний как-то смотрите вы как будто бы знаете здесь обучаетесь прислушиваться не тому чтобы научиться напираться опираться на себя на свой какой-то вот личный опыт не на внешние какие-то факторы что вам там говорят люди а именно на себя нифига себе вытаскивать 4 арканы и 4 великие здесь какой-то серьезный урок проходит но однозначно повешено у нас говорит о том что очень много здесь каких-то лишений ограничений повешенных отшельник у нас тоже говорит о закрытии до обу единения а лишение себя внешних каких-то радостях наслаждениях здесь некая какая-то аскеза но это аскеза как будто бы осознанная это ваш выбор вы как будто бы выбираете себя лишаете себя чего-то да какой-то я не знаю каких-то может быть действий может быть удобством в общем чего-то во имя чего-то большего чтобы получить да потом в дальнейшем что-то большее и вот это вот знаете как будто бы дьявол вам и говорит вот если ты сейчас вот так сделаешь то в дальнейшем как будто бы ты получишь вот награду какую-то вот здесь вот урок того что надо смотреть на вещи открытыми глазами да не закрывать глаза не убегать от реальности здесь вот урок того что я сейчас себя в чем-то ограничил а потом я получу вот все и сразу на я сейчас себя чего-то лишу вот вот в этому нам говорит дьявол про это аркан справедливости он говорит о том что не надо смотреть на вещи через розовые очки надо открытым взор дату смотри глаз реальности в глаза так как есть то есть не слушай этого дьявола в плане того что сейчас вот что-то перебудет а потом нам будет благо что это такое о чем здесь идет речь король жезлов идет речь о каком-то будущем нашем да а каких-то переменах что это за перемены новая здесь как будто бы знаете иллюзия заключается в том что будущее она как будто бы сама придет да вот сейчас что-то переболеет сейчас что-то будет а потом наступит король же этот уже мне кажется я в прошлом раскладе тоже вам дочке про это говорила это то как вас люди увидят да тоже выпадал туз жезлов здесь ваш урок о как будто бы вы занимаетесь самообманом вот с этим связано вот мне надо сейчас что-то перетерпеть здесь вот какой-то такой сценарий надо себя чего-то лишить и тогда я получу то есть тогда будет все хорошо где-то там потом не сейчас я не знаю когда но где-то там потом это точно здесь какой-то вот такой сценарий что вы должны здесь в этом сценарии понять десятка мечей что вам нужно идти в шестерку мечей в новое я так понимаю что вы где-то зависаете знаете вот как будто бы доводите ощущение того что я ничего как будто бы не буду предпринимать ничего не буду делать она сама дойдет до какого-то логического завершения потом ситуация она сама разрешится то есть мне как будто бы не надо будет ничего прикладывать никакие действия ну допустим я хочу поменять работу я не буду просить увольнения либо еще что-то я просто буду вести себя так как я веду может быть где-то опаздывать на работу вот в какой-то момент начальнику это надоест он сам будет вынужден меня уволить как где-то какой-то вот такой пример вы не идете в новое приняв решение самостоятельно либо вот здесь еще вопрос терпимости тоже есть сложно вопрос выбора да да тоже сложно выбрать что-то одно да потому что есть две равноценные равнозначные какие-то вещи либо ситуации либо человека и вот мне сложно определиться с выбором я не умею его совершать для меня это очень сложно очень болезненно но иллюзия вот вот дьявольская да вот это вот дьявол здесь у нас проигрывает действительно как а какой-то вот огромный обман до иллюзия фальшь он связан как раз таки с повешенным до в том что я лишаю себя как-то вот во благо чего-то почему вы так решили вот я не могу понять детство на шестерка кубков в детстве до солнышко до в детстве что в этом детстве было вы как-то них не шли из детства в новое а что было в этом детстве ну знаете здесь у вас либо не 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 научили принимать решение здесь что-то с решением связано вам как будто вы знаете не давали шансов либо вас как-то лишали инициативы либо вам не давали шансы возможность проявить себя вот и ощущение того что вот здесь вот четверка педакли да вот вы как будто бы по какой-то схеме в прошлом как-то вот удержались здесь есть какой-то сценарий из детства почему вы не шли ну вот не брали как-то инициативу не шли в это новое то ли вам но пойду ли за вас что-то решали них как будто бы вами управляли что ли а я поняла здесь как будто бы была такая модель когда за вас как-то решали и вот ну вы вынуждены были ну может быть здесь папа был такой либо какая-то мужская фигура такая даже если это мама с мужским характером здесь мужская такая сила знаете причем очень напоминающая вот восток да где вот мужчина сказал и мужчина значит он глава он авторитет вот женщина не имеет права голоса она должна подчиняться и вот вы как будто бы хотели что-то сказать как-то себя проявить да а вот вам говорят что нет допустим у женщин нет прав и ты должна делать вот то что говорит мужчина этот вы как будто бы жертвуете собой ну потому что какой-то сценарий что это нормально когда я мучаюсь это нормально когда у меня чего-то лишает ну например а садитесь там за стол и я не знаю кто может вот прям с вашей тарелкой есть либо если вы мама такая вот дурная привычка что сначала дети вот а потом если допустим но обеда не хватит ну ничего страшного я могу не поесть а главное чтобы дети были сыты какие-то вот такие вы знаете ограничения то есть какая-то жертвенность ненужная для ну типа я потерплю вот здесь вот это вот терпила до вот этого терпения я потерплю я потерплю так потому что а потом будет хорошо какая-то иллюзия про потом здесь даже не про терпение а здесь потом что это будет потом но фишка в том что вот этого потом она никогда не наступает здесь какой-то такой урок где вы сейчас находитесь на этом уроке то что вот вы сейчас в этом сценарии проживаетесь где вы сейчас но смотрите вы как будто бы сейчас по пажу жезлов учитесь учитесь по тройке кубков как-то более во первых набираетесь женскими какими-то энергиями да как-то это все делать ну то есть не жертвовать особенно если вы женщина какие-то вот такие вот мягкие энергии женские вы как будто бы получаете здесь у меня большая не того что вы как не совсем понимаете особенно если в женщина какой-то свой гендер да вот как как и допустим если женщина то как она должна себя вести какая у нее должна быть модель поведения мучка ведут себя женщины я не понимаю но такое ощущение что особенно если меня смотрят люди которые как-то знаете не могут четко определить свой гендер то вот здесь очень большие такие сложности то есть я я я не понимаю да вот допустим если я женщина а мне хочется себя вести как-то вот по-мужски либо на борт если я мужчина мне хочется как-то по-женски здесь такое ощущение что непонимание и даже если вы традиционной ориентации не все равно ощущение непонимание как вообще ну по что значит женственность вот женственность это как почему то здесь она какая-то искажён а что женщина равно все время лишения ограничения где-то там что-то ниже то есть если сильная то это как будто бы сразу мужчина той женщина сильная это вот неправильно здесь у вас какие-то неправильные понимания и вот вы сейчас женском коллективе будучи дали бы с подругами либо где-то вот какая такая легкая энергия как-то вы учитесь сейчас но по луне у вас нету четкого понимания то есть вы для себя еще не прояснили вы только вот вот прям на самом начале может быть где-то чему-то обучаетесь так как-то вот пробуйте но у меня чувство что вы не понимаете себя не в плане себя как личности а вот именно в плане энергии да вот особенно женщина здесь вот аркан звезды выпадает не понимаете потому что есть какая-то либо идеализация ну что женщина она должна быть такая легкая воздушная какая-то такая знаете чистая вот прям все такое вау-вау но у нас здесь дьявол выпадает у нас выпадает физика в материальном плане а эта энергия она должна заземляться как-то по-другому здесь вот знаете такой контраст чистоты и грязи порочности вот здесь что-то такое то есть допустим там я не знаю как-то может быть выражаться ну грубо вот это допустим там порог почему я сказала именно про мужчина говорил потому что здесь вот какие-то в этой религии очень много ограничений в плане именно женщин так что дозволено женщине что нет то есть особенно ну вот если допустим на люди до выходит мужчина женщиной и даже если мужчина будет говорить что-то неправильно что-то неверно мне не знаю говорить что небо розовая женщина должна на людях всегда соглашаться с ним говорит да небо розовый даже если она с этим не согласна какие-то такие знаете очень своеобразные правила для нашего западного мира я не говорю что это плохо и нехорошо ни в коем случае я просто показываю ограничения рамок то есть сколько вот всего надо сколько должествования вот этих и вот пусть везде здесь есть какой-то вот разрыв между чистотой души и грязи порочности материи вот здесь вот этот вот вообще разрыв до непонимания здесь вот этот вот шаблон он будет проходить такой знаете что жизнь может быть такие убеждая что жизнь она наполнена болью страданиями все такое там бог страдал и нам велел да вот что-то в таком роде здесь какие-то такие понять что пока я живу вот в этой грязной материи я буду страдать а вот потом когда наступит смерть тогда будет вот это вот вся чистота я как сейчас утрирую но я хочу чтобы вы увидели вот вот этот вот момент очень крайности до между чистотой и вот что-то такой грязи проходит вы вы здесь кому-то бы не понимаетесь какая-то вот идеализация идет но плюс заключается в том что у вас здесь пажи проходят что вы у вас есть интерес плюс в том что у вас есть интерес это познать это узнать у вас есть включенность вас есть желание это здорово на самом деле потому что конечно же у кого есть интерес и любопытство он это сможет ну то есть появится вопрос он сможет найти ответы для то есть изначально надо иметь желание у вас где желание есть вывод как-то вот все время на своем пути сталкиваетесь какими-то разочарованиями что у вас так огорчает что вас разочаровывает вот разбитое сердце по поводу именно девятки пятаклей вот именно женщины как-то самостоятельно вроде бы хотите как будто бы быть самостоятельной но вот все время сталкиваетесь с какими-то убеждениями на что сама если ты самостоятельная значит у тебя не будет семьи вот здесь какие-то такие моменты то есть если ты не знаю вот не будешь допустим любящий здесь ты не будешь любить своего мужчины если не будешь как-то вот его вдохновлять если ты его не будешь воодушевлять то это вот как будто бы неправильный брак это неправильные женские энергии если сказать что женщина вообще никому ничего не должна и она может выражать себя так как она хочет то есть хочет выражает любовь хочет начинает капризничать ну потому что она эмоции да это вот вот это вот и есть настоящее то вам будет казаться что нет тогда я не смогу построить правильного брака да вот ведь говорят что женщина на вот и вот это вот говорят это какой должна быть что там я не знаю здесь вот какие-то такие убеждения в плане идеализации именно женщины если меня здесь смотрят мужчины мне как-то сложно вам будет здесь это практиковать трактовать но однозначно лишение себя чего-то здесь сценарий такой проходит лишение себя чего-то для того чтобы потом что-то было и вот это вот потом она никогда не наступит вот вы как будто бы никогда не идете в это потом то есть вы делали шайте решаете решаете вот и это потом не будет и причина этого сценария в детстве то есть вам не давали право слова вам не давали право брать инициативу свои руки то есть обращение что за вас все уже решали а вам надо было просто быть хорошим и не реально марионеткой и это исполнять ну давайте советом возьмем совет совет досьмерка жезлов десятка жезлов но вот хорошо что уже десятка до пришла то есть как завершение завершение если кому-то бы надо двигаться дальше и вот когда вы дойдете до момент до момента десятки когда уже вот ноша будет совсем тяжело и надо будет сделать какой-то выбор определиться то вам нужно будет делать этот выбор как-то вот узнаете здесь попадает иерафант мне кажется все таки не в сторону традиционного подхода а наоборот как-то вот и рационального не совсем традиционного вот как будто познаете против я не говорю чтобы сделать что-то аморальное но вот идти против каких-то из на устоев семейных каких-то правил здесь здесь вам нужно выбирать то что в дальнейшем будет для вас комфортно и удобно то что в дальнейшем будет составлять для вас основу то что вас наполняет силы не то что вот вас опустошает тоже когда вы понимаете что я нахожусь в ограничениях я себя лишаю меня это опустошает а вот вам надо всегда выбирать то что вас наполняет то что вам придает сил а не то что забирает это но здесь дьявол очень хорошо сидит здесь прям вот такая система что вы постоянно периодически чтобы вам не говорили даже то что говорю я все время будете находить подтверждение своим каким-то убеждением о которых я озвучивала ранее вот-вот прям вот не переубедить потому что ну здесь вот так заикарилась очень сильно это что ну как-то тут вы знаете почему я говорила про религию отсылку потому что вот и иерофант и звезда дьявол справедливость здесь вот такие прям арканы выпадают нравственные прям вот мораль в чем какие-то догмы здесь есть что-то здесь такое ну не очень приятное вот такую карму вы отрабатываете и причем знаете это ваш урок ваш сценарий на всю вашу жизнь это не то что вы вот как-то вот сейчас и так да например вот как по первой позиции там намного проще а здесь у вас выпадает такой достаточно и но это вот всю вашу жизнь вы будете с этим работать как-то так это как будто бы ваша основная главная задача на все ваше воплощение так переходим позиции номер три зелененький камешек здесь какую карму вы какую задачу какую карму что вы тут отрабатываете что должны отработать двойка мечей и суд а вот у вас действительно здесь как будто бы такая задача глобальная нам по суду здесь идет перерождение и вот вы как будто бы знаете достигли этого порога и засомневались надо не надо надо не надо хочу не хочу вот вы как будто вы знаете здесь ощущение того что вот идет процесс родов и головку уже вы тут вышла и осталось но последняя потуга до чтобы вытолкнуть малыша а вы вдруг засомневались а может мне не надо рожать вот вот это вот так похоже то есть ну блин остался последний шаг а вы как-то засомневались здесь вот прям завершение кармических больших таких глобальных масштабных уроков здесь должно произойти момент очищение очищение от ваших сомнений от вашей неуверенности здесь в два меча две противоположных вектора для того чтобы две противоположные силы соединились и родилось что-то третье и вот здесь вот это вот третье она не рождается потому что вы эти две противоположные силы не соединяете вас вектора идут в разном направлении вы как будто бы вот мне не заземляете внутри себя какую-то идею какое-то понятие здесь не происходит завершения причем это как-то связано действительно либо с вашим прошлым либо с какими-то очень важными ценностями в том числе и семейными здесь идет огромная переоценка каких-то вот ваших ценностей вы долгое время ждете да здесь вот ожидание я говорю сценарий ваш какой но здесь даже не сценарий нет здесь не сценарий здесь здесь как будто бы час вот ощущение того что здесь как будто что-то не свершается вот что-то не происходит же фанфары звенья дали как-то там трубят уже есть внутренний зов уже есть вот и говорю как ощущение есть схватки есть уже позывы здесь уже нужно включиться в процесс и вы в самый критический момент тормознулись ну вот останавливаетесь а с чем это связано ну-ка я пассажем связан этот суд ну вот суд и аркан мира прям следующий вы не переходите на следующий этап вот ну не 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 идете никак нету завершения как-то себя ограничиваете не идете вы не идете вы не совершаете первый шаг вы не не берете новые возможности вы снова ожидаете а вот чего вы ожидаете движение вы ожидаете но не получается потому что вы как-то знаете начинаете двигаться вы вроде бы ставите себе цель но сталкиваетесь с восьмеркой мечей опять какие-то препятствия опять какие-то трудности опять какие-то сложности здесь сценарий того что я не иду в новой я не иду я не могу совершить первый шаг все никак не получается потому что есть какое-то вот ощущение ограничений в этом вот ваша иллюзия в том что есть ограничение вы это верите и внешний мир вам подтверждает какой-то вы знаете чередой трудностей чередой каких-то сложностей неудач здесь ограничение вот прям восьмерка мечей аркан мира вот какие-то рамки понимаете эти рамки они вашей голове что это за рамки с чем они связаны с пожилку по что как-то вот вы не можете реализовать какую-то свою идею почему почему потому что вот как-то не приходит верховный жрица нету как-то баланс да вот вы как-то знаете здесь ощущение того что как тут не можете сонастроиться либо есть какой-то позыв и вы хотите сделать но вы это не делаете либо у вас есть готовность здесь действовать но нету какого внутреннего отклика позыва вот зова вот этого куда-то и вот вы как будто бы знаете вот нерешительность вот здесь происходит что по двойке мечей что по верховной жрицы есть какая-то нерешительность я вот как будто вы знаете не могу сонастроиться я не нахожусь в правильном времени в нужном времени в нужном месте вот нету понимания процессов природы вы как будто бы не не понимаете это нету сонастройки с времени вот здесь либо как-то торопитесь либо наоборот медленно но у меня ощущение того что не происходит очень не происходит рождение как-то вот не не входите вы в эти потоки но такое ощущение что прям хочется спросить что у вас было в момент вашего рождения именно в процесс родов не в момент зачатия либо беременности а вот именно процесс рода что-то там пошло не так вот это вот как-то вот запечатлеть как-то то ли застряли то ли как-то не получилось родиться то ли как-то вот надо было ну то есть по дороге допустим мама рожала надо было дотянуть до больницы вот она как-то сдерживала это здесь вот какой-то вот вы все время сдерживаете себя вот здесь знаете спешка какая-то спешка происходит у вас нету понимания времени пятерка мечей тоже говорит пятерка это у нас значит гибура а там марс управляет марсу такой воинственный он такой достаточно огненный жесткий я хочу быстро вот скорость понимаете вот у нас везде скорая скорость и в то же время вы в эту скорость не идете как будто бы торопитесь я говорю мне ощущение верховный житель всегда говорит о том что я никуда не тороплюсь я понимаю процесс и я всегда нахожусь вовремя да то есть зачем не бежать за трамвая когда я знаю что придет следующий а вот у вас так знаете вот вроде бы я стояла стояла трамвай ушел потом я вспомнила что мне надо было на него и я за ним бегу ну вот как то здесь такое где вы находитесь вот причем это знаете может быть урок вот всей вашей жизни то есть вы как будто бы искать не к силу не города не вовремя вы и в гости так приходите вот пришли как-то вот но не вовремя может быть попадаете в какую-то ситуацию в какой-то просак но не вовремя него вы знаете вот там кто-то что-то разговаривал и вдруг вы неожиданно постучались но не вовремя да люди конфликтует а вы как-то вот по горячей руку попадаете все время как-то не к месту вот хочется сказать не к месту что здесь за убеждение вот восьмерка мечей что она вам не дает что за ограничение но шут выпадает ну что сказать ограничение шут у нас тоже говорит про расширение да про свободу вот это вот внутренние свобода ощущение и ее нету с чем связано что нету знаете вот я не чувствую себя свободным я чувствую себя наоборот каким-то зависимым на друге от других людей на а еще знаете шут это ведь энергия это путь алиф на древо жизни это путь как раз таки силы зарождающие силой но она никуда еще не направлена то есть он какая-то вот бессмысленная и поэтому здесь у вас может быть такое знаете вот ощущение что а я не знаю как будто бы что-то выбрать я не знаю куда мне пойти я не совсем понимаю вот куда мне предложить силу знаете как мы говорят сила есть ума не надо вот здесь кому ты в такой сил у вас есть а ума как будто вы не надо вот я либо я все время я беру попадаю в просад на очень умные люди вот но как будто всегда попадаются какие-то нелепые ситуации, как-то вот попадаетесь, я не знаю, вас как-то обманывают, вот, и вы все время удивляетесь, ну, как так можно было, да, вот, по глупости, как-то, вот, я не знаю, и здесь вот это вот ощущение, что я как будто бы не совсем понимаю, куда мне двигаться, я не могу сделать этот первый шаг, я не могу довериться, здесь есть страхи, связанные с чем? королем кубков и колесницей, вот колесницей, опять продвижение, да, вы как будто бы не можете выбрать для себя цель, к чему вам прикладывать силу, усилие, почему? вот почему вы не можете выбрать какую-то цель? ну, двойка жезлов, ну, что сказать? не могу, не могу страх, страх, что за... ну, здесь страх, может быть, ошибиться, да, такое тоже может быть, тройка страх дальнейшего, вот, тройка жезлов у нас говорит горизонты открыты, дороги открыты, сделай первый шаг и двигайся вперед двойка жезлов, нет, я буду топтаться на одном месте, я не могу определиться, да, я вроде бы хочу и мудро поступить, и в то же время торопиться не хочу я не знаю, как мне быть вы, ну, знаете, такое иногда бывает, когда, допустим, у человека очень много талантов, много способностей, и я не знаю, вот на чем зарабатывать и это вроде бы люблю, и это люблю нету постоянства, нету какой-то стабильности, нету заземления, нету четкого определения, понимания того, что я хочу, здесь как будто бы у вас нету понимания себя кто я, поэтому-то и рождение не происходит, да, то есть очищение, я не понимаю кто я, куда я иду, вот здесь вот такой глобальный вопрос хорошо, какое здесь вот главное убеждение, которое вами управляет аркан смерти ну вот вам прошлое, да, сложно оставить позади завершить, что-то завершить и начать новое видите, какое убеждение, да какое убеждение вы как будто бы не совсем понимаете по шестерке педакли, как выровнять вот этот вот баланс между тем, что отдавать и что получать то есть я не совсем понимаю, что я могу предложить другим людям и что они могут дать мне взамен а что нужно оставить позади в прошлом четверку кубков здесь знаете как здесь дело в том, что вам не нужно вы заранее хотите четко понимать что и как а вам неоднократно я говорила в раскладах да, вот вы держитесь за что-то такое стабильное а вам жизнь говорит, что нету гарантии вот жизнь, она без гарантии да, это огромный риск ты можешь выйти и тебя не станет можешь идти по дороге и прям дожить до 100 лет, 150 то есть гарантий никаких нет никто ни от чего не застрахован а вот вам нужна страховка я хочу быть уверенным и вот чем больше вы просите от жизни уверенности, тем больше она предоставляет вам неуверенность она забирает у вас все гарантии здесь ощущение вам того, что вас как будто бы учат да, дорога открывается под ногами идущего а вы говорите нет сначала покажи мне дорогу, потом я пойду я не пойду в никуда да, вот вы не делайте этот шаг вы не рискуете, вы боитесь знаете, страх неизвестности на самом деле это не неизвестность мы не можем бояться того, чего мы не знаем мы боимся только того, что мы знаем либо у нас был уже какой-то опыт и когда мы говорим страх неизвестности это то, что мы что-то уже боимся здесь у нас выходит король кубков мы боимся двигаться вперед да, пойти к какой-то цели потому что что-то, что-то связано с этой целью это нас пугает вот оно равно как-то смерти я не знаю здесь какое-то вот ощущение того, что каждая победа для вас это смерть это не праздник, это смерть потому что, ну, слышали и ролики есть в интернете такие, что когда люди занимаются самосаботажем то прям осталось, например, на финишной прямой там, я не знаю там 5 метров, да и вдруг у человека шнурок, например развязался и он пришел вторым и не первым потому что первое вот первенство равно как-то смерти вот здесь у вас происходит такое самосаботаж вы, наверное, потому что есть вот, я так предполагаю огромный потенциал но что-то с этим потенциалом там заблокировано вот вы сами осознанно себя сдерживаете и поскольку есть вот это вот убеждение да, что сдерживаете ничего не получится вы получаете подтверждение во внешнем мире и вот замкнутый круг получается что вот с этим королем кубком что-то здесь в прошлое было с этим маг маг человек, который и знает и умеет и может получить все, что он хочет я же говорю здесь и силы у него достаточно и ресурсов а вы не становитесь магом почему вы не становитесь магом своей жизни потому что император ответственность приехали что здесь с этой ответственностью императрица здесь какой-то сценарий вас может быть с вашими родителями то есть так вот было в вашей семье заведено и вы переняли этот сценарий не знаю может быть что-то не доводилось до конца может быть знаете пример такой неоднократно бывает когда, например, человек ставит себе цель и говорит вот я построю дом и все потом можно и умирать ну часто, наверное, слышали такие вот куплю это а потом можно и умирать вот человек действительно достраивает дом и на следующий день умирает здесь вот какой-то такой пример есть что ассоциация вот я довожу вещь до конца и потом что-то плохое случается то есть завершение какое-то здесь вот с этим связан страх нападает император и императрица это может быть связано как-то с вашими родителями то есть что-то может быть там, я не знаю папа что-то довел до конца и потом что-то негативное случилось не знаю я здесь вот что-то император и императрица не могу понять давайте я посмотрю вам совет потому что я не могу здесь разобраться да ну у вас много у каждого свое но сценарий здесь такой я доводить до конца не буду это опасно совет туз кубков излейте хочется сказать на всю эту ситуацию свои эмоции так хочется поплачьте не знаю почему прям вот вас переполняет переполняют эмоции дойдите до конца до кондиции до предела да и продолжайте двигаться то есть вам нужно научиться в той в той цели в которой вы будете себе выбирать не не останавливаться а идти шаг за шагом и делать маленькие шаги это очень важно потому что большие шаги вас пугают здесь возможно у вас огромный потенциал и вы этого боитесь то есть у вас например цель вот здесь вы находитесь здесь и вот этот разрыв он очень большой и вам кажется что вы сравнивая себя с тем куда вы хотите прийти вам кажется что это нереально вы никогда туда не придете и поэтому вы себя саботируете и вот вам говорят вот эту вот цель вот этот разрез да вам надо его немножечко не то чтобы цель пониже ставить а разбить ее на какие-то части идти шаг за шагом маленькие маленькие победы маленькие победы маленькие победы и вы придете потому что здесь вот именно вот этот страх знаете глаза боятся а руки делают вот это вот про вас вам не надо ваши цели снижать и планку снижать не нужно вам просто нужно знаете как-то наполнится терпением и идти медленно и на каждой победе праздновать ее опыт уже кубков сделал шаг пришли к маленькой победе прям вот наполнитесь получите удовольствие для того чтобы обучить свой мозг что каждое достижение какой-то цели это не смерть это наоборот праздник это переполнение эмоций это экстаз это удовольствие то есть вы должны свою голову свою машину механизм вы должны обучить что каждая маленькая победа это хорошо это не смерть это не завершение и тогда вы сможете ну то есть пока вы дойдете до большой своей цели мозг уже привыкнет и он сам захочет туда идти то есть вам надо как-то себя вот эти вот пряники давать что шаг это хорошо это неплохо как-то так себя обучать и двигаться дальше да двигаться именно какому-то своему ну вот балансу внутри себя внутри себя королева кубков не волноваться не переживать вы очень-очень мнительны волнуетесь переживаете от своих переживаний неудач вы вы бездействуете и не получаете то что вы хотите вот здесь вам главная цель делите ее на шаги сделали шаг обязательно себя наслаждай то есть обучайте свою голову что победа это хорошо это неплохо потому что здесь вот какой-то болезненный у меня идет сценарий да вот что-то сделал папа его за это наказали вот здесь вот победа равно наказание я не знаю как спорт может быть вы спортом занимались получили там я не знаю какую-то медаль и у вас травма произошла я не знаю позвоночник сломался колени еще что-то и вот мозг как-то запечатлил что победа это равно смерть это равно боль и после этого вы как будто бы спорт закончили это была такая травма большая что вот как-то и это не дает вам вот поэтому я говорю головка вышла ребенка а тело не влазит потому что ну опасно мир опасен и вот вы застреваете постоянно застреваете такая у меня была третья позиция еще раз хочу поблагодарить Александра за идею я надеюсь что ну нечто такое может быть вы и хотели услышать вот если нет то как поняла так и сделала расклад всем пожелаю отличной недели хорошего настроения благодарю еще раз всех за донаты которые вы присылаете спонсоров которые не взирая на трудности сложности находят способ подписываться да либо через почту не важно разными способами в общем учимся вместе жить и вам приятно и мне а я с вами обращаюсь всего вам самого наилучшего пока-пока -пока-서